Привет друзья! В прошлом году я показывал, как кормят в поезде дальнего следования по направлению Москва-Адлер. И так как вам это видео очень понравилось, то спустя год я решил снять продолжение, но уже по направлению Москва-Анапа. Я купил билет в купейный вагон. И надо сказать, стоит он совсем не дешево. Если и верхнее место в купе стоит 5044 рубля, то более удобное нижнее почти в два раза дороже – 9346 рублей. А билет в СВ вагон стоит еще дороже – аж 13289 рублей. А если билеты покупать в пик сезона, в середине лета, то как мы видим поездов уже гораздо больше. Цена же билета в купейный вагон выросла только на верхнее место. А вот в вагон СВ цена подскочила аж на 4000. И еще появился вагон люкс с нереально высокой ценой за билет почти 32 тысячи рублей. Ну раз в этих вагонах такие высоченные цены, то и обслуживание, наверное, должно быть на уровне. Ну что ж, давайте это проверим. Вот так выглядит купе фирменного вагона. Внизу расположены два дивана, а вверху – полки для верхних пассажиров. Посередине мы еще видим фирменный коврик РЖД. Сразу после посадки в вагон на столе нас ждет вот такая картина. 4 булочки, 4 упаковки нарезки колбасы, 4 пластиковых коробки и газеты с журналами. Из прессы нам положили «Комсомольскую правду», «Аргументы и факты», «Российскую газету» и журнал «Лучше поездом». Ну а теперь давайте посмотрим, что находится в этой пластиковой коробочке. На коробке есть наклейка. Уважаемые пассажиры, состав рациона питания – ужин для вагонов купейной группы. Изготовлен этот набор в Санкт-Петербурге. Открываем коробку и внутри мы видим бутылочку с негазированной водой и емкостью 0,25 литра. Это упаковка печенья с шоколадной начинкой, весом 45 грамм. Здесь у нас столовые принадлежности, среди которых ножик, вилка, перец, соль, зубочистка, бумажная салфетка и влажная освежающая салфетка. На самом дне лежит мятная освежающая конфета. Маленькая булочка весит 40 грамм и произведена в Московской области. Нарезка колбасы состоит из 7 ломтиков. Производитель Царицыно. Колбаса сырокопченая, полусухая, первого сорта. На вкус вполне съедобная. Так выглядит шоколадное печенье. По вкусу оно напоминает орео, только начинка немного другая, а так вполне съедобная. Мятная конфета не особо сладкая, что вообще говоря и неплохо. От Москвы до Анапы поезд едет 23 часа 3 минуты, то есть практически целые сутки. Поэтому маленькой булочки с колбасой и пачки печенья, конечно же, маловато. Но, к счастью, это оказался не весь рацион питания. Через некоторое время после отправления пассажирам принесли еще еды, которая была включена в стоимость билета. На выбор предложили либо курицу, либо мясо. Еду принесли вот в таком контейнере. Внутри находится курица с рисом. Еще есть немного морковки и соус белого цвета. Рис, похоже, что длиннозерный, не особо рассыпчатый. Что же касается курицы, то по вкусу это напоминает консервы. Мясо сильно переваренное и рыхлое. Возможно, это и есть что-то типа куриной тушенки. В целом, блюдо вкусное. В общем, есть его можно. Ну а тот, кто выбрал мясо, тому дали упаковку с зеленым кружочком. А внутри мы видим гречу с котлетой. К этому блюду уже не добавили ни соуса, ни овощей. Сама греча очень рассыпчатая и без подливы, конечно же, суховата. Котлета, похоже, что жареная и среднего размера. В разрезе мы видим, что здесь не чисто одно мясо, а есть еще очень много добавок. По вкусу мне показалось, что основным составляющим этой котлеты является хлеб. Мяса очень мало. Курица с рисом была и повкуснее, и мяса побольше. Как вы заметили, рацион питания не особо-то сытный. Но при желании можно еще чего-нибудь купить у проводника. Например, лапшу доширак, мини круассаны или пюре доширак. Также у проводника продаются напитки. Цены, правда, тут нету, но думаю, это все стоит раза в 2-3 дороже, чем в магазине. Еще проводник разносит по купе вот такое меню, в котором представлены комплексные обеды, завтраки и ужины. Как видите, меню имеется двух видов. Одно меню рассчитано на понедельник, среду, пятницу и воскресенье, и помечено красным цветом. А другое меню подают во вторник, четверг и субботу. Но так как поезд едет целые сутки, то может попасться что-то и из первого, и из второго меню. Это меню рассчитано и на купейные, и на плацкарные вагоны. Причем стоимость еды в плацкарте примерно на 20% меньше, чем в купе. Но это не из-за того, что пассажиров купе хотят посильнее ободрать. Если присмотреться, то можно заметить, что в меню у купе больше пунктов, и масса некоторых порций больше. Хотя самое основное отличие, это наличие кондитерского изделия для купе. Так что все равно чувство того, что пассажиров данной категории хотят побольше ободрать, меня не покинуло. Еще меню разделено на стандартный, вегетарианский и детский рационы. Причем если в вегетарианском меню нет мяса, а в детском рационе меньше масса на некоторые позиции, то цена на все категории абсолютно одинаковая. Как-то нелогично. Так как я ехал в четверг, то и обед мне должны были принести по этому меню. Мне принесли пластиковый контейнер, в котором лежала булочка пшеничная массой 40 грамм, пакетик с сахаром, пакетик с черным чаем, упаковка с бумажной салфеткой, пластиковым ножиком, ложкой, вилкой, есть зубочистка, маленький пакетик соли и освежающая салфетка. В пластиковом контейнере принесли горячий суп. Согласно меню, это должны быть щи с белокочаной капусты со сметаной и курицей. Только по факту кусочки мяса оказались не курицей, а свининой. А так суп очень даже вкусный. Еще должен быть салат витаминный, с капустой, огурцами, помидорами и морковкой. Плюс поджарка из курицы с отварными макаронами. По факту же мы видим салат из помидоров и огурцов, с небольшим количеством репчатого лука и растительного масла. Ну а это действительно макароны с курицей. Жаль, никакого соуса нету. Очень сухо это все употреблять. Из минусов я еще заметил то, что у огурцов в салате оказались необрезанные кончики. Я, конечно, не привереда, но некоторым людям это может и не понравиться. Да и курица в макаронах уже слегка заветренная. Из специй здесь только черный перец. В общем, по вкусу, это блюдо на уровне дешевой столовки. Для сравнения, теперь давайте еще рассмотрим вегетарианский обед. Согласно меню, должны быть щи из белокочанной капусты. По сути дела, это такие же щи, что и из стандартного меню, только без сметаны и мяса. На вкус эти щи мне тоже понравились. Еще должно быть ассорти из овощей и картофель, тушеный с овощами. По факту мы видим салат из перемороженных огурцов с помидорами и огромное количество репчатого лука. А то, что справа в контейнере, вообще несъедобно. Очень кислое, перетушенное, с рыхлой, неаппетитной структурой. Похоже, что вегетарианцам вообще очень не повезло в этот день. Ну что ж, едем дальше. Едем мы, надо сказать, довольно-таки быстро. И скорость поезда местами составляет более 100 км в час. Сами же вагоны рассчитаны на максимальную скорость в 160 км в час. Температура воздуха в вагоне плюс 21 градус. Хотя внутри купе потеплее. В пути поезд уже более 5 часов, поэтому захотелось полежать. И как говорится, легким движением руки диван превращается в не особо широкую кровать. Белье только вот не супер чистое. На подушке я обнаружил темное пятно. Длина спального места около 2 метров. Поэтому спать будет удобно. А вот сидеть на такой кровати уже совсем некомфортно. В середине образовалась яма, в которую постоянно проваливается спина. Сверху появились еще 3 ящика. Они не особо вместительные. И самое главное в них это ничего не забыть потом. Как спереди, так и сзади имеются небольшие светильники. Под столом есть розетка. Но так как она двойная, то подключить получится одновременно максимум 2 устройства. Вагон этот хоть и фирменный, но довольно таки старый. Кран в туалете течет уже двумя струйками. Пора бы его поменять. Курить в вагоне запрещено. А вот за 150 рублей можно принять душ. Обратившись к проводнику, на ужин должны принести салат из белокочанной капусты с огурцом и отварную сосиску с пюрешкой. В 19 часов 20 минут ужин был доставлен в купе. Принесли пластиковый контейнер с булочкой, чаем, сахаром и столовым набором. Сама же еда находится вот в таком контейнере. И внутри лежит действительно салат из капусты с огурцом и пюре с сосиской. Если присмотреться к салату, то можно заметить, что к нему еще добавили перец. Хотя во вкусе он не особо чувствуется. Сам салат мне понравился. Пюре, как мне показалось, вроде бы даже на молоке. Вполне съедобное. А вот сосиска уж больно малюсенькая. Она среднего качества. В целом, конечно же, этот ужин на 316 рублей ну никак не тянет. По вегетарианскому меню должны принести такой же салат и вегетарианский плов с грибами. Отличительным признаком контейнера с вегетарианской едой является синий кружок. Внутри же мы видим действительно салат из капусты с огурцом, но вместо плова положили все ту же несъедобную фигню, которая была и на обед. Этот ужин не то, чтобы на 316, а и на 30 рублей не тянет. Еще каждому пассажиру купейного вагона выдается вот такой набор. Это одноразовые тапочки, внутри которых лежит зубная щетка с зубной пастой и освежающая влажная салфетка. Если вы не взяли никаких тапок с собой в поезд, то эти вполне могут вам помочь. Зубная паста положена неплохая, а вот зубная щетка слишком мягкая. На завтрак должны принести мясную нарезку и омлет с овощами и сыром. По факту принесли опять контейнер с булочкой, чайный пакетик, столовые принадлежности с салфетками и пакетик с сахаром. В контейнере с едой мы видим действительно нарезку из колбасы и омлет с помидорами. По вкусу все съедобное, но конечно за 255 рублей дороговато. Вегетарианцам должны принести овощную закуску из свежих огурцов, помидоров и зелени, плюс гречневую кашу с грибами и луком. Огурцы с помидорами есть, правда огурцы принесли опять какие-то подмороженные. В каше с грибами и луком грибов совсем не видно, но зато лука не пожалели. Есть такое блюдо вообще невозможно. Да и к тому же завтрак принесли за 5 минут до прибытия поезда в Анапу. Есть пришлось в спешке. В общем, спустя год питание в поездах РЖД существенно не изменилось. Как было все дорого и не особо вкусно, так и осталось. Поэтому гораздо вкуснее и выгоднее брать еду с собой. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.